Микс Ньюс Депутат Сейма, председатель партии Движения За, Даниэль Павлюц, доброе утро Доброе утро Ну, во-первых, я вас хочу поздравить, 15 июня на съезде вы были переизбраны, да, председателем Движения За И расскажите, вот на этом конгрессе, в частности, было предложено о том, что, я так понимаю, будут создавать оригинальные центры, да, по всей Латвии Поправьте меня, если я не права Не, все правильно, изначально, во-первых, переизбрали не только меня, но все правление, фактически целый ряд новых лиц Одинца человек, да, теперь? В том числе молодых лиц, я думаю, что мы идем как раз по направлению такого укрепления партии как организации Потому что понятно, что немножко менее, чем два года назад мы организовались 26 августа 2017 года Ну, мы в первую очередь организовались как такое движение, как такой, ну, как бы импульс мощный, такой либеральный, прогрессивный, скажем, городской интеллектуальной элиты, скажем так Ну, так оно было, так нас видели, так оно фактически и есть И сейчас после двух успешных выборов, после попадания в Сайема 13 либеральных депутатов с открытой либеральной программой, да, прогрессивной либеральной программой И после успеха на европарламентских выборах, где фактически мои единственные из новых политических сил прошли С господином Иепсом, как нашим кандидатом Но теперь у нас, в принципе, такой большой марафон подготовки к местным выборам Два года осталось, серьезная работа предстоит, соответственно, мы к ней подошли вплотную И начинаем формировать такие местные организации, ячейки по большим городам, по тем потенциальным центрам, ну, новоды Края, то есть, я правильно понимаю, интересуются сейчас города регионального значения? Да-да-да, ну, в первую очередь, конечно, вот большие города называемые, да, как там, ну, скажем, Лепа, Ая, как... Райзекновенспилс, Юрмова Райзекновенспилс, все подряд, да, скажем, эти большие города, в первую очередь Ну, конечно, потенциально те центры, краев, которые формируются, ну, как бы по результатам административно-территориальной реформы Которую наш партнер Юриспута проводит Так что, да, мы подошли серьезно этому процессу укрепления в регионах Мы уже больше не будем в будущем только такой на партии Риги Мы хотим быть партией политической силой всей страны Раз же вы говорили о муниципальных выборах, мы заговорили, которые, вот, ну, кстати, неизвестно, когда... Ну, известно, когда пройдут они в штатном порядке, но по поводу Риги еще стоит вопрос Ну, они в любом случае и в Риге пройдут, да? Да-да-да-да, ну, вопрос только когда, досрочные или нет Но, поскольку сейчас... Извините, если даже будут досрочные, все равно очередные будут Да-да-да, конечно Вы сказали о том, что сейчас главная задача нового правления сосредоточиться на выборах самоуправления Существует точка зрения, я сейчас говорю, может быть, даже про столичное самоуправление О том, что отстранение Ушакова может обострить борьбу именно за русскоязычный электорат Вот, поддерживаете и разделяете ли вы такое мнение? Ну, обострить в том смысле, что у русскоязычного электората с вероятностью появится, во-первых, интерес Во-вторых, реальный доступ, альтернатив Я думаю, да А сейчас нет альтернатив? Ну, я думаю, исторически, все-таки чисто психологически Обстановка была такая, что таких серьезных альтернатив не было То есть, как бы, остальная политика, скажем так называемо, называйте как хотите Правоцентричная или латышская, не люблю это обозначение, латышская политика Но все-таки, по факту, так оно и было, этническое распределение было очень сильным Вот, до недавних, скажем, событий, скажем, этими всеми скандалами, которые назрели в Рижской Думе По управлению предприятиями, финансами, коррупционные все эти обвинения И в итоге побег господина Шокова в Брюссель Я думаю, до этого, в принципе, особенно серьезный вопрос не стоял Что русскоязычное население Риги может взять и проголосовать за кого-то другого Теперь, я думаю, эта ситуация совершенно реальна Если центровые партии и центрического блока сумеют, во-первых, договориться о более-менее солидарном старте И, во-вторых, выставить более-менее серьезного кандидата, я думаю, что тут уже появляются серьезные варианты А нет ли риска, что, скажем, тот же самый русский избиратель, русскоязычный избиратель просто перестанет вообще голосовать Потому что, даже согласно последним опросам, все равно русские стараются голосовать за русских Мы понимаем, что это все очень образно, так же, как латышская партия Но, тем не менее, есть русскоязычная аудитория, которая выбирает, грубо говоря, своих Так же, как латышская аудитория выбирает своих Они просто, вы просто, ну, этот электорат просто исчезнет, как класс, ну, просто не захотят голосовать С таким прогнозом я не согласен Во-первых, я даже не хочу рассматривать такой вариант Во-вторых, я думаю, это нереально К сожалению, есть и другие факторы, скажем, с другой стороны Например, мы видим уже два выбора подряд, что в наших списках, например, есть русскоязычные люди Ну, та же самая Мария Голубева, да, там Сергей Акулич и целый ряд других Елена Исаян, да, ну, это, конечно, армянская фамилия, но в любом случае, как бы, в основном русскоязычные люди Предстоители других этнических групп И знаете что? Наш, в основном, латышский избиратель, хотя мы никогда себя не рассматривали, движение «за», как латышская партия, никогда Изначально мы исходили из такого более, ну, как бы, екляуешь Включающего Включающего Объемлющего Объемлющего подхода к любым этническим и другим группам в стране Но все-таки наш основной электорат, как бы, их вычеркивает на низ списка, рижского списка основном Это было и на выборы в Сайм, в Риге, и также на европарламентские выборы Это плачевно, это очень-очень жаль Ну, исключение Мария, Марию выбрали, да, в парламент, она фигура Да, но в любом случае такие феномены есть, этническое голосование существует Видите, вы говорите о том, что вы не любите разделение, там, на латышские партии А сейчас говорите о том, что ваши избиратели русские фамилии вычеркивают Потому что оно есть, оно существует, по факту Но, при этом, все-таки хочу отметить, что на местных выборах эти факторы играют намного меньшую роль Меньшую роль Посмотрите, все-таки, те же самые латыши голосовали за Ушакова Такие группы, скажем, отдельные, такие группы, латышские их прослойки были Я думаю, что есть русскоязычная часть электората, которая психологически готова При хорошем предложении проголосовать за партии, которая исторически не являлась, не воспринималась как русскоязычная партия Но вы сказали, что вы очень широко смотрите на избирателя, не ограничиваетесь, да, очень узкими категориями Но, тем не менее, наблюдая вашу информационную кампанию перед выборами в Европарламенте, я не скажу, что она была направлена в том числе и на русскоязычную аудиторию Ну, комментарии принимаю Какие-то определенные стратегические решения принимаются при организации такой политической кампании К сожалению, исторически, скажем, среди специалистов по политической коммуникации есть такое, ну, скажем так, кредо, ну, не кредо, но, как бы, ну, адзиня Да, совесть Извините? Совесть От адзиня, как бы, ну, знай такое, да, что Сейчас скажу вам, мы потом вспомним Да, 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 в общем, есть такое знай, что если серьезно в компании концентрироваться на русскоязычной части населения, то это отбивает двое больше латвийских избирателей Исторически так она опять-таки была, потому что раскол этнический в латвийской политике очень сильный, и эта традиция живая Но все-таки на местных выборах будет иначе Во-первых, мы можем намного более конкретно ориентироваться на электорат конкретных мест, скажем, конкретно Рига Тут более-менее понятно, как, каким образом, ну, достигать избирателей таких и других Это не то, что на всю страну одну компанию организовать, тут очень трудно каналы найти Знаете, что самое сложное? А где найти, собственно, русскоязычного избирателя в тех же самых соцсетях? В Одноклассниках? Где, в каких платформах? В России рекламируется Вы сейчас серьезно? В Фейсбуке можно, кое-чего, но очень-очень трудно Ну, как трудно? Очень Это то, что мне специалисты говорят, что очень трудно найти, нащупать конкретные каналы, скажем, для той же самой рекламы Вы сейчас говорите об аудитории 60+, или 50+, ну, тогда может быть, но... Слушайте, может, нам вас все-таки стоит на работу принять по такому? Я думаю, что у вас есть свое мнение по этому поводу Давайте пообсудим, ну, после эфира Хорошо, давайте мы примем звонки еще раз депутат Сейма от Объединения для развития за Даниэль Павлюц Доброе утро, мы вас слушаем Доброе Доброе утро Будьте добры, хочу выразить свое мнение Ну, вот, слушаю очередного политика, приглашенного в студию Извините, ну, такие популистические беседы опять ведете Извините, а что, собственно, популистического мы сказали на данном этапе? Не знаю, как... Понимая, что это проблема номер один в этой стране Прийти и говорить, да, мы будем опять пробовать Ну, так не надо приходить, если вы не знаете как Спасибо Ну, я понимаю, что человек может быть разочарован политикой в течение почти 30 лет Но я все-таки в избранной политике полгода И мне кажется, что мы все-таки уже кое-чего сделали Но вы не новичок в политике Я не новичок в политике, нет, я не новичок в управлении А в политике избирательной, в электоральной политике я новое лицо Первый раз был кандидатом в любой вообще формат избранной политики Это было как раз в этой сайме До того я был чиновником и технократом, министром Которого вы все-таки пригласили по квалификациям, а не по избирательному списку Мне все-таки не дает покоя вот тему, которую мы затронули немножко раньше Это о том, что невозможно нащупать русского избирателя Трудно Русского избирателя, трудно, да Трудно, нет такого оптового варианта, каким образом, скажем, достаточно просто Скажем, латышская радио один Взял, купил рекламу, работает Вот все ей как бы на выборы Полтком купается у нас реклама Нет, ну просто на самом деле это вопрос Есть какие-то специалисты, которые работают и утверждают, что русскоязычную аудиторию трудно нащупать Но есть масса источников Он же не умеет, я согласен Да, но им же платят деньги, платят им деньги из бюджета, может быть, стоит поменять специалистов? Из бюджета? Нет, не платят А как они все платят? Главные компании организуют специалисты за деньги партии Там государственно финансирование Вам не жалко тратить деньги на специалистов, которые вот так ошибаются? Круто Слушайте, давайте вот это обсудим потом Мне хочется прореагировать на звонок и сказать несколько вещей про наши приоритеты За последние полгода, которые мы были в парламенте, наши главные сферы деятельности были следующие Во-первых, это то, чем занимается госпожа Венкела Понятно, что еще не чувствуется до конца результаты ее деятельности Я сейчас объясню Госпожа Венкела, министр здравоохранения, которая все-таки, во-первых, добилась огромного увеличения бюджета И мы будем его добиваться в будущие годы Как бы год за годом Мы дополнительные деньги еще выбили Кроме того, что уходящее правительство встроило бюджетную базу Во-первых Во-вторых, это все-таки ясное продвижение к укреплению бывшей модели То есть общедоступной модели здравоохранения Без этих двух корзин и дискриминации По, скажем так, приходите к врачу К семейному врачу И тут оказывается Не платили налоги и начинается Вот такие ситуации не должны быть Все должны платить налоги Но все-таки услуги здравоохранения надо получать универсальным, доступным способом Пошла новый подход, скажем, к лечению психических заболеваний И так далее, и так далее Вторая большая реформа Это господин Пуца занимается вот этой административно-территориальной реформой Итогом ее, во-первых, мы получим меньше, но более жизнеспособное самоправление Мы сэкономим как раз, я думаю, как минимум 200 миллионов евро На самые затраты, на поддерживание вот такой административной модели И в будущем мы видим, что это все-таки улучшит наши, как бы, итоги Экономической и социальной жизни в регионах А в парламенте конкретно Я лично занимался очень много управлением государственных и муниципальных предприятий Например, если бы мы умудрились пробить 5 лет назад Когда мы с господином Пуца вот этот закон первый раз через правительство пробили То в парламенте его ЗЗС и согласие сильно изменили Да, там, скажем, муниципальные предприятия вообще из закона госпредприятиях убрали Да, то есть на них не распространялось Если бы мы вот эти поправки, которые мы 10 дней назад в окончательном чтении приняли Если бы они были, то вот таких скандалов с Ригой, с АТХ, не было бы Потому что модель управления бы этого не допустила Господин Павлец, вот поскольку сейчас 7, ну, официально ушел в отпуск Вы, конечно, еще будете собираться на некоторые внеочередные заседания Это перерыв, мы это отпуском называем Поскольку депутат всегда на работе И это не шутка, потому что если нас вызовут на внеочередное собрание То все равно где мы, там, за городом, за границей или где Мы приходим на заседание То есть, в принципе, депутат всегда на вызове, как такси Можно я вас про кухню тогда пленарных заседаний спрошу? Интересует вопрос явки и общего количества часов, проведенного на заседаниях Приблизительно, сколько депутатов присутствует по четвергам на пленарных заседаниях? В среднем? В среднем, да Трудно сказать, это сильно зависит от периода Боюсь, что самое низкое посещаемое могло быть одно из заседаний где-то в марте Когда были каникулы у детей Но в любом случае формируются эти, как называемые, либо отпускные, либо вот такие Ну, как бы это, ну, либо командировки Ну, в среднем, я бы сказал, 80-90 Все-таки, 80-90? Все-таки, да, как минимум А поскольку часов вы заседаете по четвергам? Это очень зависит от распорядка дня И от того, как долго говорят конкретно господа Алдис Гобземс и госпожа Юлия Степаненко Они у нас абсолютно тотальные чемпионы по занимаемому времени эфира Они говорят по пару раз по каждому более-менее чувствительному вопросу Ну, там иногда им еще помогают 2-3 человека, которые у нас такие главные, главные рупоры, да? Это сарказм Да, в принципе, если, я скажу так, от 3 до 6 часов, скажем, нормальность заседания в 9 начинается несколько раз Сейчас весной было так, что кончаем в 5, 5-6 Вы работаете в коалиции, куда входят 5 партий Притом, вот за наши 15 минут, проведенные в эфире, вы уже, наверное, раз 7 сказали слово «либеральный» Ну, мы единственные либералы в нашем сайте С этим я вас спрошу, как вам сотрудничать в коалиции с теми партиями, которые абсолютно называют и идентифицируют себя как консерваторы? Ну, в нашем парламенте консерваторов большинство Это неудивительно, если я читал в последнее время такие исследования, что, как бы, политические отношения человека, они каким-то образом связаны с ДНК То есть, это, ну, как бы, в нас есть То есть, есть часть населения, это обычно большинство, которое больше ориентировано на такую, как бы, фиксацию прошлого Но сейчас воспитания нет и... А с другой, это влияет, но не сильно, да И в то же время есть целое, всегда есть меньшинство, которое более, как бы, открыто новому, более безбоязненно, да, и так далее Более открыто принимает изменения, как бы, ну, как-то адаптируется лучше Вот эти люди становятся либералами Исторически боюсь, что в Латвии все-таки такого серьезного либерального предложения политического не было И мы сейчас фактически должны создавать вот такой прослой коллектората почти, ну, я не скажу с нуля, но все-таки с достаточно низкой планки Ну, и как вы работаете? Коса камень точит? Ну, как это происходит? Ну, видите, по целому ряду вопросов мы очень хорошо можем договориться Ну, скажем, вопрос хорошего управления госпредприятиями Ну, там вся коалиция, даже весь парламент, ну, в силу скандалов всяких, проголосовали одним голосом Там вот за эти поправки, которые внедряют намного более строгие требования к управлению гос- и муниципальных предприятий Проголосовал весь парламент, получая СССР и Сасканя, да, и Согласия Безотказно, да, потому что вот поменялась ситуация, и все, после скандалов уже нельзя иначе делать Так что по каким-то вопросам мы голосуем вместе По вопросам, связанным, скажем, с социальным обеспечением, да, какие популярные меры Например, ну, скажем, там, сделать дополнительные льготы для семей, детей, инвалидов, да Никаких проблем, сразу весь парламент голосует за А там, где начинаются ценностные вопросы, вот тут начинаются сложности Мы же знали, что так оно и будет У нас никаких иллюзий по этому поводу не было, все-таки опыт в политике, в госправлении есть И у нас были несколько тем, которых мы внесли как отдельные дополнения от нас, да В договор о сотрудничестве коалиции, например, по вопросу детей-неграждан Латвии Что мы будем продвигать инициативы, связанные с детьми, ну, с присвоением автоматического Латвийского гражданства Ну, то есть мы хотели идти дальше, изначально Мы знали, что господин Вейонис придет в этом парламенте, в этом созыве До его отставки придет с такой инициативой Мы были в контакте с ним Но в то же время мы знали, что мы пойдем дальше Мы предложим не гражданство с следующего года, с 1 января Автоматическое, что мы пойдем на предложение до 15 лет То есть мы предложили на базе поправок Вейониса Предложили все-таки менять эту меру намного более широко И применять это к детьми вплоть до 15 лет Почему 15? Потому что в 16 они уже сами могут принять решение Но вот это, скажем, желание поддержать инициативу Вейониса По поводу предоставления гражданства родившимся детям и граждан Это, в принципе, для того, чтобы заполучить русскоязычный электорат Или это действительно искреннее желание изменить как-то существующую ситуацию? Это желание искренне признать этих детей нашими детьми А в чем проблема признать, например, людей, которые, ну, не родили, ну, скажем, вот Весь вообще статус неграждан, ну, как бы ликвидировать как таковой? Он, видите, мы как раз аргументации используем вот похожие Что 30 лет после, фактически 30 лет после восстановления независимости Продолжать тянуть статус, который был создан специфично в постсоветской ситуации Являются юридическим, фактически, уникумом Такое есть только в Эстонии и очень трудно еще где найти, да Что это надо прекращать То есть есть люди, которые натурализовались Есть люди, которые никогда, вероятно, не натурализуются Но зачем создавать, как бы, почему позволять создаваться новым негражданам? Почему дети, которые рождаются в Латвии, не становятся гражданами автоматически? Они, конечно, имеют право выбрать другое гражданство, если желают Другой страны Почему нет? Ну, это в любой стране, в любой стране мира это можно сделать Но почему мы вообще продолжаем ситуацию, когда можно стать не гражданином Латвии То есть бывшим гражданином СССР Это неправильно Плюс это имеет этническую нотку Уже в вопросе задали, это как бы все сразу на русскоязычное Это не только русскоязычные люди, это разные люди Там есть и евреи, и литовцы, и украинцы, и так далее Зачем? Возвращаемся к вашей инициативе Мы уже обсуждали ее и в студии, и с экспертами, и со слушателями Мы хотим пояснения В частности, я слышала неоднократно вопросы по поводу вашей инициативы О защите прав неженатых пар Спасибо за определение, это очень точное определение Да, и по-другому их еще называют защитой партнерских отношений Мы называем в переводе на русский язык оригинал Но в переводе на русский лучшее, что мы смогли придумать, это закон о партнерстве Закон о партнерстве Тем не менее, он не был поддержан большинством Сейма Да, вы сказали, что все равно к этому вопросу мы еще вернемся Поясните, пожалуйста, для наших слушателей Что вы под этим законом подразумевали? Потому что у нас были и нотариусы, которые высказывались о том, что неженатые пары Могут в Латвии спокойно обратиться к нам, к нотариусам Без всяких проблем, ЗАГСов, очередей Зафиксировать свои отношения И иметь все те же права, о которых вы говорите И раздел имущества, и навещать друг друга в случае болезни в больнице Ну и так далее, и тому подобное Это не совсем правда Но с точки зрения нотариусов, я подход понимаю Они, в принципе, готовы оформить практически все Но тут будет такая ситуация, что на каждой ситуации жизни Должен быть прописан договор Будет другая договоренность То есть другая, либо это будет Ну, пионвар Господи Доверенность Доверенность Либо это будет доверенность Либо это будет, скажем, такой цивил тезис Гражданский договор, да И так далее Это можно все сделать Но мы можем создать законную рамку Для того, чтобы сказать Вот, смотрите, у нас, как бы, 21 век Очень многие люди принимают решение Не регистрировать брак Они живут, ну, вместе У них общее хозяйство Они вместе берут кредиты У них вместе дети У них в итоге формируется, как бы, наследство Да, то есть, ну, как бы, мантуаемость Реальные вещи, да Есть ситуации, когда они хотят друг к другу попасть в реанимацию Нельзя, и принимать решения медицинские нельзя Если другое в коме Потому что они не женаты Нет статуса Для того, чтобы статус был Надо до того, как кто-то попадет в аварию Сходить к нотариусу каждому Сходить к нотариусу И сделать вот такое доверенность Кто об этом думает до трагедии? Ну, и это психологически тяжело Тебе надо пойти с любимым человеком И заставить его писать документы о том, что случилось Ну, это можно, если есть взаимное, как бы, вот это, ну, устрицает же нас Но тут надо забегать наперед, моделировать какие-то ситуации, которые Все-таки о которых думать не хочется, да Мы хотели создать, как во всех цивилизованных странах Режим, где государство создает систему обеспечения безопасности И поддержки людей, которые базируют свои отношения Не на гражданском статусе, а базируют на желании друг о друге Заботятся друг о друге Но тогда получается, что если это закон примется, да Если вот эта ситуация будет как-то легализована Она легальна, не пользуйтесь, пожалуйста, таким словом Она легальна, просто эти права не защищены Да, вот если эти права, если они будут защищены Это будет относиться и к сексуальным меньшинствам тоже Они же все время за это именно и борются В законопроекте о поле ничего не сказано вообще В этом смысле, конечно, платформа открытая Но если посмотреть по факту, сколько в Латвии неженатых пар Молодых, старых, пенсионно-преклонного возраста Разных с детьми и без Сколько из них традиционные пары То это, конечно, будет абсолютное большинство Абсолютное большинство А в консервативной политике, скажем, в такой ситуации Это как тест Роршаха Они видят там, скажем, что-то А видят в этом только то, что они хотят увидеть Но иногда, как Фрейд говорил Банан – это просто банан Да, но они говорят всегда все равно о статусе однополых пар Объясняют о тем, что... Они говорят о маленькой-маленькой, маргинальной, скажем так Как составной, входящей в большую платформу регулирования И выкидывают всех остальных, да, как бы в окошко Потому что у них есть какие-то панические страхи того, что в любом случае есть Мы открытые партии, мы считаем, что люди имеют право выбирать Каким образом они, с уважением другим, конечно, живут свою жизнь И наша задача – построить государство, страну, которая может обеспечить права и защиту всех Давайте мы начнем принимать звонки Наденьте, пожалуйста, наушники Доброе утро, как вас зовут? Мы вас слушаем Здравствуйте, господин Паулю Здравствуйте Вот слушаю вас И поражаюсь, и не поражаюсь Как всегда, не успею задать вам вопрос, а вы в потоке Много слов и страсти, но нет в них смысла Вот скажите мне, пожалуйста, ветер разгонять очень легко Вот Ушаков бежал в парламент, всех остальных тянули на Аркани В римском праве ведь сказано, государство – это что? Лечит, учит и защищает У вас что? Лечат, как попало, учат никак, и кто нас защищает? Вы в магазины ходите, вы видите, что творится там Вы читаете платежки Так что, как всегда, душат друг друга, идет повседневная жизнь А что делать? Как быть? Объясните Ну, понимаю, что не популярен здесь в конкретном случае Это я принимаю, оценку отсутствия смысла в моих словах не принимаю Но готов признать, что господина Ушакова не люблю Что его, ну, как бы высказался в его адрес Считаю, что город Рига деградировало за 10 лет его действий Не во всех сферах В социальной сфере, конечно, признаю, что, скажем, все-таки Очень много было сделано хорошего Но в целом, по развитию города, по экономическому развитию По, скажем, по развитию городской среды и так далее Думаю, столько, столько времени упущено И Таллинн, и Вильнюс, соседние наши города Настолько вышли вперед, что теперь у нас будет Любой, кто придет после господина Ушакова И будет управлять городом Во-первых, наследство получит совершенно пустую кассу Огромная куча проблем с предприятиями И с административным аппаратом Ну и, конечно, большую отсталость Такой гандикап называемый По сравнению с другими региональными городами С которыми раньше нас даже, ну, было Не хотелось и сравнивать Но Таллинн и Вильнюс Это были, в принципе, маленькие города По сравнению с Ригой Теперь мы отстаем Не снимайте, пожалуйста, наушники У нас очень много звонков Давайте мы их примем Здравствуйте, мы вас слушаем Доброе утро Ну вот, если вы позволите Об эфемерном развитии логероризма К конкретному примеру Вот идет заседание по медицине с Эйми Значит, выступает глава онкологии С традами амбулаторного отделения И говорит, нужны 4 медсестры Работает одна, с 8 до 7 Выгорает, отпустили на 2 недели в отпуск ее То есть, одну сестру не могут, значит, содержать Это при том, вот по Павлицу Что здесь 100 миллионов прибавили При Винкела, его партия 100 миллионов А с 2-3 сестрам Несколько тысяч Не нашлось Вот понимаете, какая дикость Отлично понимаю Это действительность сегодняшнего дня Вот была грибница Чакша с корзинами с этими То есть, один раз озвучить Корзины, 2-3 Это этих будем лечить А этих не будем лечить Или если будем, то не от всех болезней Она носится с корзинами Винкела, 100 миллионов А 3-4 медсестры По 500 евро К слову, в Эстонии По полторы тысячи сестры получают Нету Эта действительность, она есть И будет продолжаться Да, спасибо большое за ваш комментарий На счет будем продолжаться Не согласен Относительно оценки проблемы Совершенно согласен полностью В нашей программе до выборов Как раз вот одна из таких строчек была Что мы собираемся Радикально увеличить зарплаты медсестр На это уйдут, скажем Большая часть будущих Пополнения бюджета здравоохранения Но тут надо понять одну деталь Что медсестры работают в больницах И, скажем так Зарплаты медсестр определяют Конкретные больницы И тут очень много неясного Каким образом распределяются Деньги в больницах В больших особенно Каким образом получается Что деньги Полученные из бюджета Они распределяются По всему медперсоналу И тут кому-то больше Кому-то меньше И такого единого стандарта Фактически нет и не было И одна из главных задач Госпожа Винкела Это сделать вот оценку Вот таких реальных затрат Госбольших больниц И добиться того Чтобы вот Самый необходимый Но самый низко оплачиваемый Медперсонал Получил большую часть Вот этих бюджетных денег Сейчас госпожа Винкела Занимается улучшением управления Этих больниц Выяснением и уравнением Тарифов по медуслугам Я конечно не Министр здравоохранения Но лучше объяснить О корзинах госпожи Чакши А не жалко той суммы Которая была потрачена На систему о здоровье Просто сейчас взяли Перечеркнули деньги Налогоплательщиков И все как бы отложили Особенно ту сумму Жалко которая Похоже была украдена Госпожа Винкела Обратилась в полицию По поводу того Что приблизительно Треть тех денег Которых специально Из гюдс бюджета Из лидер Клины передятые Мгадемия Непредивизионных расходов Да что Там почти 2 миллиона Было 1,8 по-моему Что 600 тысяч По определению специалистов По аудиту сейчас Недавнему Буквально месяц назад Кончили Что 600 денег 600 тысяч пропало В принципе даже непонятно На что потрачено Госпожа Винкела Обратилась в полицию По этому поводу Вы официально выдвинули Европейского судья Гололевица На пост президента Латвии Вы его поддержали Почему его? Ну скажем так Господин Лавиц Известная фигура Латвийской политики Вы тоже известная фигура Он один из тех людей Которые голосовали За независимость Латвии 4 мая Он один из тех людей Которые участвовали В разработке нашей Скажем Ну Правовой Рамки Он очень опытный человек Человек Менее Либеральных взглядов Нежели наша партия Но мы очень трезво Оценивая эту ситуацию Приняли Что внутренне После долгих дискуссий Решение Что господин Лавиц Это лучший кандидат Из ныне доступных На пост Пост президента Страны Во первых В силу его Иностранного Как бы опыта Его международной Репутации В силу Его огромного Опыта В латвийском госуправлении И Кроме всего прочего Все таки баланс По каким то вопросам Он очень либерален Скажем По тем же самым Вопросах Социального равенства Социального обеспечения По вопросам Скажем Он Исторически Насколько я помню Он возражал Против вот этого Подхода корзин То есть Дискриминации В модели Здравоохранения Не может быть Дискриминация В системе здравоохранения И так далее То есть По многим вопросам Таким существенным У нас очень совпадает взгляд По другим вопросам Он более консервативен Но знаете В такой раздробленной Ситуации политической Ни одна из партий Никогда не добьется Президента Которая полностью Соответствует С ее взглядами И ценностями Соответственно Мы видели Господина Левица Как самого реального Доступного Компромиссного Кандидата Причем качественного Из хорошей репутации Международной репутации Человека Который Я надеюсь С мужеством И с уважением Будет нести Вот это Это бремя Но Если говорить о репутации То как Возможно было Поддержать кандидатуру Домбровской Санодолженность Еврокомиссара Человека Который фактически С подруем максимум Сбежал В европейский парламент Вы то же самое Сказали про господина Ушакова Ну скажем так История с уходом Судов трудно сказать Пожалуйста Осторожно Мы все таки Говорим о серьезной Трагедии О уголовных делах Конечно И премьер Не строит магазин Он И так же Как я Как министр экономики Который пришел На пост После того Как здание Уже было построено Я тоже Но если посмотреть На интересы Латвии На европейском уровне То по нашей оценке Опять таки Независимо от того От какой партии Он Или какие то Другие факторы Он все таки Самый Ну скажем Крутой Из тех Которые у нас есть Самый продвинутый Самый Опытный Ну скажем так Специалист Из тех Которые Латвия Могла бы продвинуть На пост Еврокомиссара Если Смотрите Когда создается Еврокомиссия Какой портфель Выделится Той или другой Стране Очень зависит От того Какой человек Представляет Страну Если это человек Без опыта Управления Страной Если это человек Без серьезного Опыта в европейских Структурах То тут шансы Получить влиятельный Большой портфель В важной сфере Практически ноль Соответственно Наших национальных Интересов Все-таки Продвигать На уровне Евросоюза Продвигать На пост Еврокомиссара Самых лучших Которые у нас есть Господин Павлиус Поскольку Наша передача Движется К концу Вопрос Напоследок Мы сейчас В последние дни Поднимаем вопрос О гражданском Обществе О его активности Сейм Поменялся Молодел И в связи с этим Можно вспомнить О воле Изъявлении народа У нас много Больных точек В том числе Вот я только что Посмотрела Допустим Большинство населения 55% Как пишет СКТ СЛВ Поддерживает Вашу инициативу О партнерских отношениях Как вы считаете Можно ли поднять У нас немного Другие данные Ну вот я только что Сегодняшний материал Сейчас открыла Как вы считаете Можно ли этот вопрос Вынести на повестку дня Таким образом Допустим Вернуть всем Рассмотрение законопроект О понижении ставки Для необходимого Проведения референдума Потому что Как мы помним Сейчас это практически Невозможно Да И грубо говоря Население лишили Такой возможности Прошло достаточное Количество Может быть Времени И может быть Стоит доверить Населению Решать некоторые вопросы Ну хочу Во-первых Напомнить историю Того Почему вообще Вот это произошло Мы помним Почему были изменены Вот эти Ну как бы Ценностные отметки Того Сколько надо собрать Подписи И каков механизм Для того Чтобы инициировать Референдум К сожалению Референдумы Использовались В манипулятивных Политических целях С обоих сторон Для раскола Этнического Для поляризации Политики И это Загнало Еще глубже Уже существующий Как бы Вот этот Клин Между Условно говоря Двумя Двумя большими Группами В обществе Мы хотим Как раз Вот это Вот Ну Как бы Лишиться Вот этого Клина Его убрать Да То есть Как бы Создать сплоченное Общество Это значит Нет Ваш ответ Я отвечу Мы Понимаем Почему Вот это было Мы понимаем Опасения Но при этом Я лично Как демократ Как либерал Считаю Что вот Эти Референдумы Должны были Быть доступнее Я считаю Что это Хорошая форма Для решения Вопросов Но к сожалению Ею политически Манипулирует Одна из реакций Консервативных сил По вопросам Которые они Не любят Ценностным вопросом Это давайте Делать референдум Скажем По тем же Самым Однополым бракам Или по Партнерству Или скажем Не знаю По реституциям Скажем Выжившим Евреям И так далее По всем этим вопросам Давайте референдум Ну как бы Надеясь Что они используют Это в своих Политических целях Еще компания Получит Так что с референдумом Мы должны быть Осторожными Но они конечно Должны быть Более доступными Спасибо большое Это был депутат Сейма От объединения Для развития За Даниэль Павлиц